В эфире новости губернии, в студии Алена Власова. Здравствуйте! В начале коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взрастные надбавки к пенсии увеличились. С Нового года жители области, которым исполнилось 80 лет, получат дополнительно 5334 рубля, что на 400 рублей больше, чем в прошлом году. Напомню, средства пенсионеры начинают получать ежемесячно после определенного возрастного рубежа. При этом дополнительное финансирование не увеличивают инвалидам первой группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты. Кроме того, можно получить доплату по уходу за пенсионером, в том случае, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий гражданин. Ему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год. С Нового года ряд важных изменений коснулись сферы общественного транспорта Самары. Изменилась стоимость одной поездки. Также теперь в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро проезд можно оплачивать банковскими картами, телефонами и другими цифровыми устройствами. О вынужденных мерах и повышении комфорта горожан в нашем материале. Без сдачи. В общественном транспорте областной столицы все меньше звенят мелочью. На место наличному расчету приходит безнал. Приложил банковскую карту к валидатору, секунда, и кондуктор выдает билет. Намного очень удобнее, чем деньгами, то, что я ищу тут мелочь в кармане, и потом его пересчитываю во время движения, когда есть опасность того, что можно получить травму. Оборудование к работе с картами готовили с прошлого года, тестировали весь декабрь. В начале января горожане сообщали о некоторых сбоях, однако их тут же исправили. Прошло обновление программного обеспечения, значит для города затраты не составили ни рубля, не потрачено, потому что это было за счет сделанной транспортной картой обновления всей этой системы оператора. Валидаторы работают со всеми платежными системами. Главная карта должна быть бесконтактной. Дополнительные ее настройки не требуются. Новый способ оплаты удобен не только пассажирам, но и кондукторам. Выезд из депо, две остановки, заходит человек, у него либо 1000, либо 500 рублей, но у нас крупной суммы нет. Через некоторое время после сбора мы ему рассчитываем. Кроме банковской карты оплатить проезд теперь можно с помощью различных гаджетов. Для этого на них должен стоять специальный чип или приложение. Напомним также, что линейка способов оплаты за проезд в муниципальном общественном транспорте Самары расширилась и благодаря использованию электронного билета, который может заменять традиционные жетоны для оплаты разового проезда в Самарском метрополитене. Еще одно изменение, которое коснулось сферы Самарского общественного транспорта – вынужденное повышение платы за проезд. С нового года цена поездки выросла на 3 рубля. Последний раз индексация происходила в 2016 году. За это время подорожало электричество и топливо. Однако даже новый тариф все равно остается ниже себестоимости поездки. Регулируемый тариф, который мы установили с января года, это для субсидирования предприятий – 29 рублей. То есть мы еще за пассажира будем субсидировать предприятие рубль за одну поездку. По словам городских властей, повышение стоимости проезда позволит снизить долговую нагрузку на транспортные предприятия. Руслан Шарипов, Роман Апарин. Новости губернии. Областную детскую больницу сегодня посетил министр здравоохранения региона Михаил Ратманов. Он посмотрел, как работает новое оборудование, приобретенное в рамках нацпроекта здравоохранения. И отметил, что оснащение клиники в заход технологичной медицинской техникой продолжится и в наступившем году. К слову, на этом развитие больницы не заканчивается. Во время визита речь шла и о новом корпусе. С подробностями Алена Алешина. Быстрее и точнее. Новый УЗИ-аппарат позволяет разглядеть самые мелкие образования до 2 мм. А значит, выявить заболевание на раннем этапе. Изображение трехмерное. Под контролем УЗИ врач может проводить биопсию. Исследования на новом аппарате проходят быстрее и комфортнее для маленьких пациентов. Есть даже подогрев геля. Сейчас мы можем рассмотреть самые мелкие детали в глубоких органах. Раньше мы не видели. Сейчас мы видим очень хорошо. Как под микроскопом. Еще один аппарат, полученный детской больницей по федеральной программе, позволил на месте обследовать малышей, появившихся на свет раньше срока. У полугодовалого Артема тяжелое заболевание глаз. По статистике им страдает каждый пятый недоношенный ребенок. Незрелость зрительного нерва может привести к слепоте. Поэтому такие дети под постоянным наблюдением. В этом помогает специальный прибор. Раньше такой был только в больнице Ярошевского. Сейчас необходимость возить младенцев отпала. Когда здесь были глазки, у нас хотел врач. А после выписки мы ходили в Ярошевского. Сегодня хорошо, что нас посмотрели здесь. Оказать первую помощь при проблемах уха, горла, носа, не отходя от пациента, позволяет этот современный комплекс. С помощью данного оборудования я могу помыть ребенку лучше. То есть первый взлоток направляется, туда нажимается и идет струя. Попутно можно обработать также горло. То есть есть прибор, какие-то изменения. Также оделась насадка, также все обрабатывается. Работу нового оборудования демонстрирует министру здравоохранения региона Михаилу Ратманову. Говорят и о проблемах. Например, отделению реанимации не хватает современных кювезов. Особенно большая проблема с монитором. С монитором прямо даже гранили. Да, и тогда их задолжение. Хорошо? То есть такой взаимный компонент именно для отделения доношных с учетом потребностей реанимации. В ближайших планах оснащение больницы аппаратом МРТ. Сейчас это исследование пациенты вынуждены проходить в других лечебных учреждениях. Его также приобретут в рамках нацпроекта здравоохранения, на реализацию которого только в 2019 году направят почти 2,5 миллиарда рублей. Мы по поручению губернатора проконтролировали работу оборудования, полученного по национальному проекту, именно связанному с детским здравоохранением, здоровьем и жизнью наших маленьких пациентов. Приоритет работы Министерства здравоохранения. Говорили на встрече с министром и о строительстве нового корпуса. То есть в нем прежде всего нуждается онкогематологическое отделение, которое выросло уже за рамки своего отделения. То есть новые технологии совершенствовать и развивать в рамках старого помещения уже практически невозможно. То есть требуются особые условия, требуются ламинарные палаты, палаты для пересадки костного мозга. Хирургическому отделению требуется новое операционное. В текущем году завершат проектирование, а после заключения экспертизы рассмотрят вопрос финансирования, пообещал министр. Алена Алешина, Андрей Авдеев, Новости губернии. Вместе с инспекторами ГИБДД на страже безопасности дорожного движения в Самаре вышел родительский патруль. Активисты напомнили автолюбителям и пешеходам правила дорожного движения. Павел Бымаков с подробностями. Желательно, чтобы такие наклейки были на верхней одежде у каждого, говорят инспекторы. Так безопаснее уверены и активисты родительского патруля. Уже второй день они помогают полицейским следить за безопасностью на дороге. А именно напоминают автолюбителям и пешеходам о правилах безопасности. Если мы будем действовать сообща со школой, с родителями и с сотрудниками ГИБДД, мы сможем сократить число происшествий на дорогах. И необходимо привлекать не только родителей, но и бабушек, дедушек, старших детей. За 12 месяцев прошлого года на дорогах областной столицы произошло 175 ДТП с участием детей и подростков. Более 180 человек пострадали. Обошлось без погибших. Положительные результаты в том числе дала профилактическая работа. Будьте осторожны. И во дворе помни, что машина тоже есть. Нужно быть осторожным. Договорились? А когда в машину садимся, что делаем? Классируем. Правильно. И не забывай пристегиваться. В рамках профилактической акции «Зимние каникулы» активисты родительского патруля и инспекторы ГИБДД дежурили сегодня у образовательных учреждений города. В школах прошли классные часы, посвященные правилам поведения на дороге. На территории городского округа Самары 9 и 10 января все образовательные организации проводят данные мероприятия. Для того, чтобы водители и пешеходы были взаимовежливыми и увидели друг друга. Павел Баймаков, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Более 25 килограмм героина изъято из незаконного оборота сотрудниками регионального управления ФСБ. Оперативникам удалось задержать наркодилера, перевозившего зелье через Самарскую область в Кемерово. Злоумышленник оказался гражданином иностранного государства. Чекисты пресекли канал поставок наркотиков в Россию с территории одной из республик Средней Азии. За организацией трафика стоит транснациональное преступное сообщество. В отношении задержанного подельника группировки следственным отделом управления ФСБ решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается круг лиц, причастных к преступлению. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Ушибы, растяжения, переломы и ожоги от взрыва петард. Свыше тысячи жителей областного центра получили травмы в дни новогодних каникул. Чаще всего в городские больницы обращались с повреждениями головы, конечностей и ребер, заработанных самарцами в результате катания на тюбингах, лыжах и коньках. Травмировались горожане и на скользких тротуарах и дорожках. Восемь человек из-за неосторожного обращения с пиротехникой получили ожоги. Среди них трехлетний малыш. В школах Самарской области постепенно вводят пятидневку. Пока на пятидневный режим обучения переводят только отдельные классы, а не школы полностью. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, на данный момент по такому графику учатся уже 70% классов. Процесс перевода школы проходит постепенно. Министерством региона подготовлены методические рекомендации по переходу на пятидневку. Их направили во все органы управления образованием. Решение о том, когда и как переводить детей на пятидневную учебу, должно принимать руководство школы. Открыт прием заявок на международный конкурс «Серафимовский учитель». В нем принимают участие педагоги, сотрудники организаций культуры, спорта, туризма, социально-революционных, медицинских организаций и журналисты. На суд жюри представляют работы в области преподавания гуманитарных наук. Победителем присутствует премия и звание лауреата педагогической премии преподобного Серафима Саровского. Организаторы – одноименный фонд и аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Новым главным режиссером Самарского драмтеатра может стать Михаил Лебедев, молодой режиссер из Санкт-Петербурга, ученик выдающегося театрального педагога Вениамина Фельштинского. Официального назначения еще не было, но известно, что Лебедев уже дал свое согласие. Самарскому зрителю 33-летний режиссер немного знаком. В июне прошлого года он поставил в драмтеатре молодежный спектакль «Роковая ошибка» по повести Михаила Рощина. Напомню, что сейчас главным режиссером Самарской драмы является Валерий Гришко. Он же почти год фактически отвечает и за художественное руководство театром после ухода из жизни генерального директора Вячеслава Гвоздкова. 13 января игроки «Крыльев Советов» прибудут в Москву для прохождения медицинского осмотра. Уже на следующий день команда отправится на сборы в Объединенные Арабские Эмираты. Там футболисты будут тренироваться до 27 января. Запланировано несколько контрольных матчей. В частности, самарцы сыграют с клубом «Жилина» из Словакии и латвийской «Ригой». По последней информации, к команде на правах аренды присоединится защитник Роман Шишкин. Первую часть сезона он провел в Краснодаре. Также ожидается, что команда усилится полузащитниками Александром Самедовым и Джано Ананидзе, выступавшими за «Спартак». Всего же, по словам представителей клуба, во время перерыва «Крылья Советов» могут подписать до 9 новых футболистов. Дело время, потехи час. Выход на работу после длинных каникул – настоящий стресс для людей. Об этом говорят и сами служащие, и эксперты. Как вернуться в привычный режим, как можно скорее и без потерь. Свои способы предлагают психологи, спортсмены и тайм-менеджеры. О самых эффективных советах расскажет Анастасия Зубрева. Очень тяжело. И никуда не хочется. И ни на работу, ни на учебу. Если честно, еще отдыхаем. Мы еще не вышли ни на работу, ни на учебу. Первый день тяжело, сейчас уже нормально. Обычный ритм соблюдать и все. Больше прогулок на свежем воздухе и семейных, как говорится, радостей. У меня рабочая неделя не началась. Я в декретном отпуске. Поэтому все хорошо. Все хорошо. Новогодние праздники для многих закончились неожиданно. А выход на работу оказался не совсем простым. Чтобы он не был таким тяжелым, и уж тем более, чтобы не оказаться после затяжных каникул на больничной койке, разные специалисты дают разные советы. Мы постарались собрать самые эффективные рекомендации. Стресс после долгого отдыха – дело обычное и не такое уж и шутейное. Для начала нужно разобраться, почему мы не чувствуем себя бодрыми после каникул. Первая причина в том, что вообще неправильно отдохнули, так скажем. То есть не спланировали, не смогли спланировать, не подумали о том, что на самом деле хотелось именно мне сделать выходные. Ну, это очень частая история для мам с детьми, например. Потребность одна, но она не реализована в итоге. Вроде выходные прошли действительно 10 дней, это достаточно много. Но потребность была совершенно другая. Очень часто мы чувствуем усталость, когда делаем даже привычные дела, и, может быть, дела, которые нам кажется, что нравятся, потому что мы вовремя не сумели сказать «нет». С трудностями в этот период сталкивается большинство. Чтобы легче вернуться к строгому рабочему режиму, психологи для начала советуют вспомнить, за что мы любим свою работу и чем она важна для нас. На помощь приходит и тайм-менеджмент. Когда у вас есть какая-то задача, которую очень тяжело сделать, либо начните делать ее с любого места, это называется правило швейцарского сыра, либо разделять это действие на маленькие-маленькие шажочки. То есть сделали действие, чуть-чуть передохнули, попили чаек. Сделали действие, передохнули, попили чаек. И опять-таки привязывайте приятности. Ну, то есть я сейчас смогу, я не буду задерживаться, а после этого я пойду в кино, например. В идеале подготовку к выходу на работу нужно начинать еще во время отдыха. Заранее планировать предстоящие дела. Но начинать никогда не поздно. Для того, чтобы вернуться к рабочему ритму, прежде всего необходимо навести порядок. На своем рабочем столе, на рабочем месте вспомнить, что же брошено, какие недоделанные дела остались там в старом году. Опять же, открыть свой ежедневник, органайзер, расписать необходимые дела на сегодня, на завтра, на неделю вперед. И, может быть, даже заглянуть подальше, на год вперед. Переход от праздничных гуляний к рабочим будням не просто дается не только психологически, но и физиологически. Спорт – отличный способ прийти в режим. Если вы решили им заняться, не кидайтесь сразу к гантелям или к сложным, тяжелым силовым тренировкам. Лучше обратить внимание на кардио. Это прогулки, бег, катание с горки тоже подойдет. Если вы все-таки решили дойти до спортзала, идите к кардио-тренажерам и обязательно обратитесь к тренеру. Здравствуйте. Здравствуйте. Бежать в марафон, даже если вы поднабрали пару лишних кило за праздники, в первый день не надо. Воздоровление организма важны постепенность, систематичность и регулярность. Это касается как занятий спортом, так и образа жизни в целом. Для начала нам нужно нормализовать сон. Выспаться минимум 7,5 часов нам для этого понадобится. А во-вторых, нам нужно нормализовать водно-солевой баланс. То есть достаточно пить воды и попытаться немножечко ограничить себя в питании. И третье – это выйти на прогулки, начать минимальные движения. По своему опыту скажу, что спорт придает сил и энергии на то, чтобы даже работать в офисе. И еще один совет. Первая рабочая неделя короткая, всего три дня. А значит, впереди еще два выходных, чтобы набраться сил и войти в режим на полную мощность. Анастасия Зубарева, Александр Дудко. Новости губернии. Руки в подмышке, дыхательная гимнастика и никаких танцев. Врачи, силовики и артисты делятся своими лайфхаками, как не замерзнуть при минусовых температурах. Анна Ивахина собрала воедино советы тех, кто по долгу службы вынужден работать зимой на улице. О пользе целлофановых пакетов, бесполезности активных движений и о том, как согреть короля солнца, расскажем далее. Шапка, пуховик, варежки, сапоги. Не холодно тебе? Нет. Утепляемся, утепляемся и еще раз утепляемся. Лайфхак любой зимы. Даже Чапаев в своей монументальной папахе выглядит браво. А вот товарищ Куйбышев без головного убора видно, что замерз. Пусть лютые холода и отступили, но низкие температуры все же диктуют свою моду. В тренде теплая многослойность. Утепляемся, конечно, в шубе, в теплом комбинезоне. Ну и, конечно, двигаемся много. Вот и все. А вот активно двигаться для того, чтобы согреться, как раз таки и не надо. Исследования доказали, это малоэффективно. Более того, вы вспотеете и потом замерзнете еще больше. Врачи советуют руки в подмышке и на поиски теплого помещения. Если части тела не имеют, тревожный знак, говорит сотрудник Росгвардии, кандидат медицинских наук Наталья Белева. Лайфхак по спасению конечности – наложить специальную повязку. Слабые туры бинта вокруг пораженной конечности. Затем идет слой теплоизолирующего материала. В полевых условиях это может быть целлофановый пакет. И поверх обязательно идет слой термоизолирующего материала. В полевых условиях это может быть шарф, может быть кофта, может быть какой-то другой элемент одежды, но для того, чтобы создавались условия для постепенного и плавного нагревания пораженной области. Сейчас в Росгвардии стартовал зимний период обучения, где сотрудникам преподают в том числе основы первой помощи при обморожении. Но длительное пребывание на холоде опасно не только для людей. Этого очаровательного ретривера зовут «Король солнца». Летом он обеспечивал безопасность чемпионата мира по футболу, сейчас работает на оперативных заданиях. Если ваш питомец вынужден много находиться зимой на улице, воспользуйтесь лайфхаком от профессиональных кинологов. Собака переводится с двухразового питания на трехразовое питание. И, соответственно, оборудоваются посты более утепленными будками. И для собак предусмотрены специальные комбинезоны. Они помогают еще собаке сохранить тепло. За минус 20 уже применять собаку нежелательно, потому что запаховые рецепторы могут получить ожог. Самоотверженно рискуют здоровьем и артисты, которые выступают зимой на открытых площадках. На последней миле Самара-арены в этом году развернулись масштабные новогодние и рождественские гуляния. Естественно, с концертами. Выступала там и Ирина Сигал. Говорит, чтобы не застудить связки, певцы используют гимнастику Стрельниковой. Лайфхак для тех, кто дорожит голосом. Это определенный набор упражнений, где есть такой быстрый вдох и быстрый выдох. И вот так, когда делаешь часто. Вот попробуйте, и очень согревает на любом морозе. Конечно, на морозе ее делать не надо, потому что это сразу холодный воздух попадает в горло. Но когда находишься в теплом помещении, этой гимнастикой очень даже можно хорошо себя согреть. Уже в эти выходные некомфортные температуры с территории Самарской области отступят. Столбик термометра редко будет опускаться даже до минус 10 ночью. Но зима в России, как известно, выходит далеко за календарные рамки. А значит, эти лайфхаки будут в топе еще несколько месяцев. Поэтому утепляемся. Анна Ивахина, Александр Каракулько. Новости губернии. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте губерния-тв.ру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин